всем привет бандиты и вольные сталкеры и с вами как обычно я сталкер баннерщик это stalker онлайн spb сервер вам не кажется что слишком пафосно он одет такой куртки в шиблетах таких лакированных так ну ладно это все ерунда я взял посылочку я уже вернулся новогодний прорыв к иску лапу иску лап это у нас доктор на болоте татарина ну лекарь он там особо ты не лечит вот но фишка в том что я нахожусь на тунгуске и мне нельзя умирать то есть убивать можно а умирать нельзя ну то что если убивать можно хорошо прорвемся то прорвемся крысу я съел главное не умирать но это принципе всегда так зоне главное не умирать правильно попробуем прорваться на болото тем более мне туда как раз надо я все планирую верлёк покошмарить но все никак давай все никак не соберусь да все хочу погодку подгадать чтоб такая нормальная солнечная погодка с утра началась потому что ночью при тумане верлёк на болоте особо плохо не видно издалека когда это п но сами понимаете что я рассказал вот и в принципе мы как раз на болото бежим надеюсь будет последняя посылка я уже если честно затыкался их носить проводник никак не открывается вы заметили что не так часто видео выходит с посылками но я их таскаю просто начали повторяться они уже где-то две пас нет 3 до 3 3 раза повторилось за все время повторились именно люди которым я ношу да там условия изменяются вот этой доставки то когда-то нельзя убивать когда-то нельзя умирать когда-то не то и другое но в целом блин фигово у нее что база сейчас назад вернется меня убьет попробуем день переждать вот но в целом как бы фишка в том что к этим сталкером я уже носил и скорее всего они уже не зачитываются ну да поэтому блин как-то фигово давайте мы тут переждем мне нельзя умирать но я не мог мимо него пройти вы сами понимаете это же вражина не номер один но хотя нет номер один да нет номер один это все-таки шадовцы эти уже вторые просто шадовцев я редко вижу у меня сейчас где-то тут ждать любаться не подожди он же понимает что мне тут убил и значит машин там что-то ценные потерял ну кстати может быть может вас по за счетами давай все синего нету погнали учетом не пишешь е ну блин убили убили и убили ну чё такое ну вас поднимать это нормально вот если бы я всем писал в личку кто меня когда-либо убил бы офигели бы я бы уже наверное какой-нибудь войну и мир бы написал бы в пяти экземплярах но это нормально это зона тут друг друга убивают что в этом такого я не понимаю это обыденность это такая же самое что допустим дышать воздухом сходите извините за выражение в туалет там покушать это же обыденность вы этого не удивляетесь но в зоне такая же тема ты убиваешь тебя убивают платье чаще убивать бывает ты кого-то чаще убиваешь давайте вообще никого не убивать тебя убивает но убийство в зоне где миру непонятно как вообще устроен все борются за выживание это естественный процесс вы же не пишете после каждого там похода в туалетом сообщение всем своим грубо говоря знакомым так было прикольно я пока так стоп хоррель но давайте не будем эту тему заострять все-таки у нас выживание в зоне ну да я к тому что быстро зоне это нормальный естественный процесс а многие к этому относят ох я его убил ох я его убил блин убил и что дальше ее мое я этого кстати никогда не понимал сейчас но я в зоне давно уже выживали не только на stalker онлайн а в разных других и везде люди борются за желание обживание если борются соответственно они убивают других неважно себе подобных не себе подобных мутантов но убивают тут уже никак эту тему не пройти мимо и поэтому для меня это стало обыденностью в этих мирах а некоторые еще как-то удивляются что-то радуются этому в разные ситуации черночок черно хотел сказать вам таких не будем блокировать он же не всякую гадость не так тем более если блокирует всех варьерс меня список быстро хочется ладно до сюда мы добежали принципе вся зона не такой уж сложно если знать где бежать но можно вот нарваться на какие-то ситуации там подскользнуться упасть ногу сломать собака закрыта шальная пуля прилетела так вот мы и на аэропорту ух ты давай 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 надеюсь мы успеем сейчас только бац и колям че исчезает надеюсь место будут бывают места все заняты ухты не понял есть место парни подвиньтесь 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 я хочу с вами такой я же деньги заплатил платил о фух нормально раз два три 4 5 6 успел а кстати хочу спасибо еще не сказать stalker давайте мы пропишем тайм-код пока все равно сидим вот сегодня мне один stalker поднял ну я тоже по возможности подымаю stalker если вижу что труп лежит я бежал с лунгуски дешевого респа с хабаром там ноги там порву куки там дофига всего травы еще бежал через болото вокруг там еще стрелял и в итоге не добежал знаете каких-то буквально там 20 метров до респа меня слопала собака я умер я думаю не стану отлетать на респ полежу в общем полежал полежал потом вышел и вот сегодня зашел в этот мир в эту игру ну и опять же там лежу думаю ну что надо уходить думаю дай полежу немножко там вроде время такое было народу много бегает вдруг кто подымет смотрю stalker мимо пробегает такой раз пробежал потом раз посмотрите я валяюсь украсть вернулся мне обтечку дал поднял меня я буквально два шага сделал и оказался на респе поселке радиус вот stalker тебя спасибо за это если ты помнишь ну вдруг ты не смотришь это видео но если вдруг ты смотришь это видео и помнишь мою экипировку я в такой же был и что ты меня подымал около радиуса большой тебе респект ты меня прям выручил так и вон было бежать оттуда снова тебе тоже stalker привет поэтому действительно такие ситуации бывают если видите где-то валяется стал если вы там заявлен пкшники бандит около респа не думайте что ему там лень там на респ отлететь разные ситуации бывают подымите его от вас не будет а stalker у это реально поможет в следующий раз он вас подымет там или другого stalker помогайте друг другу и это будет вообще офигенно в зоне так хватает бандита всяких там отморозков должно же быть хоть немножко человеческого отношения поэтому возможно помогайте всегда stalker но вот мы на гурмане так stalker пишет не успел до бывает бывает вон видели там stalker бегал я тоже бывал сколько раз прибегаешь и коля ночь только отъезжать вот видел что он стоит там бац исчезли а я успел я прям прибежал на секунду по попозже там на 2 на 3 на 2 на пару минут попозже и все бы пришлось пешком а мне умирать то нельзя ладно пока мы здесь на гурмане здесь более менее безопасно пойдем посмотрим что там горка я горку до сих пор не купил ох ты да ладно что-то появилось штаны костюмы горка миниган а я помню этого stalker он продавал а он за сколько за полотеней кажется продавал нет в общем я его помню я с ним встретился три дня назад на гурмане я как раз писал ну типа куплю горку он такой типа цену мне сказал он говорит у меня крашеная ну вот она крашена я говорю нет мне крашеная не нужна я хочу в классический цвет все равно я буду ну а за краску я переплачивать не хочу и вот я не помню за сколько он продавал но кажется сроком хотел ее подороже продать но в итоге он выставил штаны куртку и куртку куртка в общем он так и не продал ее с рук получается за все время выставил на доску но я брать не буду такую цену они у нее черт ну зачем переплачивать я понимаю что он потратил на это деньги да он хочет заработать не совсем прям уж в ущерб деньги все-таки потрачены а мне все равно ее как бы скидывать в родной цвет поэтому за 20 лямов я не буду покупать хотя вот если бы он выставил допустим за 17 я бы скорее всего купил да за 17 купил бы но за 20 это 6 лямов разница 17 я купил и то и другое сбросил бы пофигу хотя я видел раньше ну как раньше но недельки может 3-4 то вот введение новогодней локации куртки и штаны висели время от времени на доске и среднем они стоили 15 миллионов я поэтому так бы и рассчитываю на 30 тысяч на 30 миллионов а тут получается уже 40 40 это вот за 17 я бы у него взял бы но 17 он не продаж подороже ну пожелаем им удачи а я подожду еще так ладно фигня в том что давайте мы сейчас кое-что посмотрим я же один артефакт продал его купили буквально моментально и тот же день он появился на доске но только уже за четыре с половиной миллиона я продавался 2 миллиона есть интересно лежит висит от контейнер с подушкой дельта миллион восемьсот но это явно илья купили нет а нет или или купили так даже это что айт подушкал и ипсилот а нету висела за три с половиной слушай есть такое ощущение как будто у меня что подушки на дельта ценится намного круче чем подушка ипсилот и кого знать почему ну да они еще по квесту нужно я знаю ну блин может кто просто хочет квест закрыть и за любую сумму купит но я не знаю в общем я продал эту подушку за 2 миллиона 222 тысячи купили моментально мы получаем эти денежки у меня осталось еще одна подушка я хочу выставить за 3 посмотрю действительно может быть это и получится продать за 3 миллиона у не продам я всегда могу выставить дешевле правильно все пусть висит будем наблюдать за этой темой за модульные за 9 миллионов никто не хочет зато он не выпадает ладно пусть висит если что потом так ну разбежали мы поторговали немножко без этого никак ну и принципе все так ну что побежали дальше да конечно нам нужно на болото на болото отнести посылочку ничего же не кончилось у нас основная цель какая правильно донести посылку так а как пойдем да пойдем напрямки убьют и убьют да и пофигу так может быть не убьют дождик солнышком слепой дождик а нет только чтобы у солнышка там за . да мне нужно болото то есть принципе тут добежать две маркасы маркада баллы и ой надо было наверно хабар какой с собой взять все равно бежим ну да ладно она все таки необычная ходка мы чисто по посылку относим поэтому а потом уже можем ходочку какую-нибудь сделать о как раз время 7 утра в зоне это хорошо погодка будет нормальным и на болотах останемся и пофармим верлиок тогда это нужно все таки купить за 20 тонут дороговато но учитывая что я два миллиона еще на подушках заработал чем 29 9 останется потом подушка слеза 3 купить состоится 12 не знаю ну да вот на 2 миллиона подешевле бы выставил я бы прям не раздумываю не купил и пофигу что крашеная свет бы сбросил бы и все но куртку бы точно купил но за 20 честно жабы немножко душит мне-то вроде как бы не к спеху деньги то я накопил на эту год куплю рано или поздно никуда на отмене я то уже знаю что это такой сервер это есть все-таки спб у нас у нас с торговлей не особо сложно продать сложно купить все-таки народу поменьше со всем остальным нормально да но с торговлей да есть такой затык я согласен поэтому какое-то время приходится подождать и особо и не тороплюсь это же не к спеху голову добыли до весь хабар теперь поставщику будем относить за последней сделкой заработал миллион там 200 кажется миллион 100 плюс там 1500 или 1700 очков торговлю буду копить понемножку а чё деньги вроде неплохие за хабар вот уж там товар дорогой это дай нам торопиться некуда будем сдавать понемножку там где что-нибудь конечно же не бы на это сам оптимально ну вот stalker тоже советую магазин покупать их можно себе оставить и перепродать то есть это логичная тема все остальное дешевле купить на доске я уже примерно прикинул по ценам по крайней мере у нас на спб да самое оптимальное это только магазин магазина на юсас магазины на сайгу на 10 патронов ну и в принципе все все остальное проще купить на доске потому что это в разы дешевле не нужно очки торговой это да поэтому пока копим ну плюс конечно ты продавай товар поставщикам получаешь денежку ну что все последний рывок на болото отнесем посылку мы будем надеяться это будет вот прям финально финале я каждый раз бегаю особенно к тому персонажу который еще не встречался которым я еще не ходил и думаю ну вот сейчас посылка отнесу это будет финальное мне откроется проводник много ну давай ну давай блин я если честно уже затыкался посылками бегать куда там белочку дают ну мне они тут нафиг нужно поэтому бегаешь бегаешь и каждый раз надеешься что вот эта ходка будет вас но если нет я буду бегать до конца то есть тут уже дело принц уже не столь важен проводник хотя он радует после но откроется никуда не денется сколь важно чисто пройти но я помню в 19 году проходил было намного проще скорее всего там немножко поправили это по любому то что я помню отнес здесь посылок и мне открылся проводник то есть это как раз первый год когда вот эта тема появилась ну а в эти года скорее всего переделали сделали что не все нужно отнести посылки которые засчитаются то есть некоторым людям а некоторыми засчитаются соответственно бегаем намного дольше я уже по четвертому кругу это я значит какую посылку несу по четвертому кругу шестнадцатую посылку таскать шестнадцатую представляете не не шестнадцатую семнадцатую семнадцатую вот если бы точно так это нам нужно доктору место эскулап я посылка примера спешись конфету белочку дальней нифига вот в общем я получил 25 тысяч денег 15 200 опыта выживания у сектантов увеличилась на 70 у бандитов увеличилась на 30 и получил одну конфету белочку и ничего знакомства так код 700 очков торговли у меня уже 700 очков торговли а нифига еще ладно увидимся с вами следующий раз и тогда уже может быть быть финальная может быть и не будет в общем stalker всем удачи всем пока с новогодними праздниками вас и увидимся в зоне злодей я про кота мы stalker с нами код